Где же обзор сяомишного автомобильного фильтра воздуха? Ребят, этот вопрос вы мне задавали, спасибо, что интересуетесь. Я этим фильтром пользуюсь, но некоторое время я им не пользовался. А случилось это потому, что внутри, в этом модуле, который подключается и питает фильтр от прикуривателя, там сгорел предохранитель. Все очень просто. Как заменить этот предохранитель? А никак. Так, дело в том, что конструкция настолько плотно и прочно собрана, что разобрать это устройство без, скажем так, вандализма практически нереально. Вот и смотрите, что у меня получилось. Еле-еле я разобрал данный прикуривательный модуль, скажем так. То есть фактически эта штуковина ничего не преобразует, там нет никакой платы питания. Это всего лишь устройство, которое является штекером в ваш прикуриватель. В разрыв плюсового провода идет предохранитель на 5 А. И, в общем-то, вуаля и длинный провод. Почему сгорел предохранитель? Я примерно подозреваю. Возможно, из-за того, что я где-то пережал провод, где-то в салоне, скорее всего, сидением передавил провод. Он коротнул друг на дружку и, конечно же, спалил мой предохранитель. Но это не точно. Я пошел и купил в магазине где-то, не помню, там за 25 центов, может быть, если так, в универсальной валюте привести цены до 50 центов. Я купил вот такой вот штекер специальный, я припаял туда проводочек и все. Конечно, это устройство сейчас у меня работает без предохранителя, но мне хватает того предохранителя, который идет у меня в разветвителе от прикуривателя. Это разветвитель от компании Xiaomi. Там встроен предохранитель, я там поменял его на 5 А. Так что, в общем-то, мне этого хватает. Обзор выйдет довольно скоро, но я хотел бы, конечно, вам рассказать о вот такой вот печальной новости, которая у меня произошла. Как я уже говорил, проблема не в самом фильтре, это, скорее всего, из-за того, что я не очень грамотно расположил провод в автомобиле и я его перегнул. В общем-то, я нашел место, где у меня этот провод был передавлен. Короче, гадать на кофейной гуще я не буду. Во всяком случае, 100% я не знаю, почему предохранитель перегорел. Может быть, из-за того, что слишком высокая нагрузка. Если предохранитель перегорит еще раз, то значит, этот фильтр потребляет настолько много, что предохранитель на 5 А перегорает. Ну, в любом случае, такого быть не должно, потому что там стоят достаточно умные мозги. И так рассчитана система, что потреблять больше 65 Вт эта штуковина не может. А если вы дружите немножко с электроникой, то 65 Вт это как раз и есть 5 А на 12 Вольтах. В общем, вот такая вот новость. Немножко не радостная для меня, но радостная для вас, что скоро выйдет обзор на этот фильтр, о котором вы спрашиваете и ВКонтакте, и на Ютюбе. Конечно же, обзор выйдет, но чуть-чуть задерживается. Всем хорошего настроения и спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, поддерживайте это видео своими пальцами вверх и пока. Субтитры сделал DimaTorzok